Всем добрый день, друзья! Мы с вами направляемся в новое, точнее, старое, уже хорошо известное нам путешествие по Сверскому ущелью. Лунный камень не пойдем, на водопад не пойдем. Точнее, пойдем на Дальмен вряд ли. Маршрут у нас будет сокращенно, но тем не менее интересный. Единственное, что я забыл, это взять денежку. Так как вход в национальный парк, увы, платный. Людей, кстати, здесь очень много. Пока я сюда доехал, наблюдал, как... Ну как, люди шли пешочком, отдыхая, прогуливаясь с семьей, весело, с шутками, с прибаутками. Момент, возьму денежку, а то не пустят меня посмотреть национальное наше достояние. Не знаю. Цена в этом году, говорят, 200 рублей. Я ходил сюда, и бесплатно было время. А теперь вот плат найду. Последний раз мы, наверное, с людей посещали этот объект. Пойдемте. Сверское ущелье. Вот плата за посещение 200 рублей. Детям до 10 бесплатно. Ну, ветераны Великой Отечественной, наверное, вряд ли пойдут. А боевых действий, конечно же, могут ходить. Добрый день. Все, можно убегать? Я сейчас напечатаю. Напечатайте мне. Благодарю. Итак, мне дали чек. Все как полагается, все по-взрослому. И мы отправляемся в путешествие. Слева у нас вот такой вот парк. Там лилии цветут. Дракон какой-то, яйца дракона. Большие. Но яйца такие, знаете, я вам скажу, внушительных размеров. Здесь на входе есть маленький дольменчик. Для тех, для таких ленивых, как я, вот. Можно посмотреть именно его. Как видите, тропа не зарастает. Иди сюда, Егор. В любом случае, сразу вас предупреждаю, ребят. Прежде чем идти на посещение вот таких вот объектов, возьмите с собой кепочку, которую я не взял. Наденьте хорошую обувь. Что я сделал? Я имею обувь такую, желательно с задником, чтобы вот не сланца. Чтобы не соскакивало ничего. Было удобно и комфортно идти. Ну и бутылочку воды. Хотя бы 0,5 литров. Конечно, в реке чистая вода, можно ее попить. Ну, лучше перебдеть, как говорится, чем недобдеть. Я уже иду и думаю, знаете, о технической части. Как долго будет грузиться этот ролик. Здесь мы с вами ходили весной, зимой. Да и летом, наверное, в прошлом году ходили. Тихонечко-тихонечко течет ручеек. Такие вот большие камни, волонные прикольные, такие красивые. В тенек, тенек, хорошо. В деревне летом пристает. И что-то там, к стебле там. Надольмен я не пойду. Вот надо, надо. Сам понимаю, прекрасно, что надо посетить как-нибудь. Но все-таки во времени я ограничен. К сожалению, не получается у меня. Не получается. Как-нибудь, может быть осенью, может быть в сентябре, в октябре, вот когда придет дождик, хотя бы один там, будет чуть-чуть больше водички. Так, я, наверное, чуть-чуть ускорюсь, так как вот это тут и вроде выключать не хочется, хочется показать вам полный маршрут, полную прогулку. А с другой стороны, как бы и что тут смотреть. Черноземные точно такие же леса. Тем более, стоимость была одинаковая. Ну вот, правда, речки разные. Волшебный мост. В одном из роликов, который я снимал здесь, вот лягушка. Я уже говорил, что мне это, вот эти вот картинки напоминают почему-то немецкие сказки. Я не знаю почему. Вот как-то вот так вот у меня ассоциации такие с горными реками, такими небольшими. деревушками. А где-то здесь мы с вами находили подснежники в свое время. Зона барбекю, но днем тут, наверное, все-таки жарко. Я бы не хотел бы. 30-градусную жару, а сейчас в тени приблизительно 30 сидеть вот тут. Тебе же не нравится. Там кто-то такой счастливый ходит и веселый. Тихие, горные, красивые речки. Я, кстати, взял вторую камеру для съемок. Может быть, какой-нибудь 4. В формате 4К что-нибудь и заснимем. А может быть, даже погрузим камеру. Тут главное, чтобы аккумулятора хватило. Ну, я думаю, хватит. 85% это нормально так. Красивые горные тропы. Людей, как видите, здесь много уже прогуливаются. Тут так речки идет, кто-то туда. Дальше идет к водопадику. Ну, сами понимаете, водопада наверняка там будет больше всего народа. Там же самая красота. Там же вообще ну и здесь он тоже фотографируется. И мне, как всегда, звонят, когда я снимаю что-нибудь либо выхожу в эфир. Ну, в этот раз как-то так как-то все произошло молниеносно. Позвонили, сбросили. Я даже не понял, кто. Поэтому и ладно. ребята фотографируются. Там, честно говоря, темновастенько. Для фото, для видео темно. Но, тем не менее, у вас будет представление, что можно прогуляться по речке. Вот такой вот зеленой-зеленой стены сфотографироваться. Ну, конечно же, когда девушки это стопроцентно фотографии будут. Будут, точнее, фотографироваться на каждом углу. Ну и правильно. Вот такие вот скалы. Здесь, вот в лесу, когда идешь, не так-то и жарко, если честно. Жарко, ну, как, свежий ветерок, речка рядом. Идешь и отдыхаешь. Конечно же, вы будете более расслаблено, не спеша, лицезреть, все по сторонам, так смотреть. А я-то, как ранитый в одно место боец. Так, сейчас я пробегусь. Здесь вот можно будет даже в формате 4К снять кое-где, поставить камеру, как-то солнышко пробивает. Вот здесь перед вами станет выбор, куда идти. на водопад 100 метров, либо на Дольмен какой-нибудь 3 километра, либо на Адама и Ева водопад, либо на Лунный Камень 4 километра. Ну, вы сами поняли. Слышите, как поют птички? Вот и я слышу. Тут опять зона для барбекю, столики, мангальные зоны. Идем. расслабляются. Но мы не расслабляемся, мы идем дальше к водопаду. Вон-то, слава богу, 100 метров. вот это еще до водопадов не дошли. А дойдем туда, там вообще будет классно. Как вы знаете, дождики были хорошие дождики, были дней 5, не 5, не 10, 12 назад. рейки, я не скажу, полные. Сами понимаете, вы видели рейку-свирку, какая она была. В тот момент я снимал ролик. Сейчас это, можно сказать, просто тихий и спокойный ручейок. А представляете, что было тогда, 5 июля, здесь. Скорее всего, было закрыто. Посещение было закрыто, как зимой. Помните, меня также выпроваживали отсюда, хотел прогуляться по снегу. А нет, нельзя. Опять птички. Ну, а мы все ближе и ближе к самому прекрасному водопадику в этом ущелье. Кстати, здесь тоже, помните, я снимал как-то, были ручейки, но высохли. Вот в этом месте, где солнце уже практически не попадает, на землю вот непосредственно все принимает основной удар на себя деревья. Вообще, прохладненько и хорошо. Да и красиво. до водопада осталось всего-ничего. И мы с вами вновь увидим всю эту красоту. Я даже как-то, помните, ходил там, по воде, снимал. Наверное, был в сапогах. Так, непосредственно приближаемся к водопаду. опля-опля-опля. Там, говорит, все капает. Ну, в принципе, на то он и водопад, чтобы все падало. Здесь я, наверное, чуть-чуть сбавлю скорость, сбавлю обороты, чтобы вы успели насладиться, посмотреть на это ущелье. Послушать птиц, поэтому я чуть-чуть примокну. А там еще купаются, гляжу. К такой красоте невозможно привыкнуть. Я вот каждый раз сюда прихожу и каждый раз вот что-то вот как-то по-другому. Те, кто смотрел мои ролики уже давно, уже помнят, как здесь, вот именно здесь я с зонтиком прятался от ручейков, которые текли сверху. Теперь их нет. Но, тем не менее, я скажу вам сразу, вот эти вот настилы деревянные, они влажные, мокрые. Я даже сейчас чуть-таки не подскользнулся. Поэтому еще раз напоминаю вам про обувь. к водопаду уже добраться гораздо сложнее, чем это было осенью. Все зеленые. А плюс А. Выбор М плюс М. В общем, вот так. Немного детвора, смотрите. Ну, я не скажу, что прям радость в глазах. Если честно, девочке было, но, тем не менее. А вот и водопад. Здесь темновато, скользковато, и сверху на голову капает вода. Многие купаются здесь. Ну, девушки, видимо, нету дикого восторга. вот он он. Турминационный момент, так сказать. Сам водопад. Учитывая, что солнце сюда попадает плохо, свежо, свежо. Вода холодненькая. Здесь не очень так светло. Но наверху лето. Опа-на. Прямо на камеру капелька упала. Желающих искупаться в этот раз не оказалось. Есть водопады, где вода падает непосредственно под лучами солнца. Там чуть-чуть поприятнее. А здесь, обратите внимание, за тысячелетия, наверняка тысячелетия вот так вот вода прорубала себе проход. Я думаю, что это вот, не думаю, так она наверняка и есть. Ущелье вот так прорезало, прорезало потихонечку. себе путь между камней. Точнее не ущелье, а вот водопадик, вода. И вот теперь она лет через сто, может быть, через тысячу ущелье продвинется. Я не знаю, на сколько метров. Может быть метров. Может быть, десять. Нам не суждено узнать в этой жизни, на всяком случае. Мы не будем отвечать нам. Все хорошо. Ветер, солнышко. Люди счастливые, фотографируются. Отправимся в обратном направлении. Нет, все-таки кто-то будет купаться. Все-таки, наверное, может быть, не стоит убегать. Сейчас мы посмотрим на этих отважных. есть отважные люди. Богатыри, немы. Пускай хорошим достанется доля. Вот они. Адам и Ева, можно сказать. Свежо. Судя по девушке, понимаешь, что температура вода такая. Вот они. Храбрые люди. Торопа, фотографируй нас быстрее, фотографируй. Парень тоже пойдет купаться, но я не дышусь. Я все-таки трус. Я не трус, но я боюсь. Да нет, телефон, все со мной. Вон там он, Адам и Ева, купаются прям вот в этом, как он там называется, водопаде. Люди фотографируются. Дочка кричит им, мама, папа. Не бойтесь, я с вами. Ну, а я все-таки иду обратно, но не буду выключать камеру, потому что в обратном направлении картинка чуть-чуть под другими лучами солнца. Совсем другая. Если раньше мы шли в какую-то темноту, так бы я сказал бы, там все было мрачное. Теперь мы идем навстречу солнцу. Здесь где-то, судя по всему, недалеко раздают шоу-мук. тут уже поют птички. И очень красиво, но скользко. Еще раз повторю, обувь и вода. Как вот это у парнишки. здесь вот внизу можно будет спуститься. Я спускался в свое время, спускался. Ходил здесь по воде, снимал. как-нибудь еще погуляем. Тропинки такие не очень широкие, но вдвоем можно разойтись вот так вот. Кстати, здесь вот проход заварили, не хотят, чтобы люди спускались к воде. девушки всегда фотографируются, но это понятно. все, я вышел на оперативный простор, ребят. Вот такое вот оно, Сырское ущелье. Это, напоминаю вам, всего лишь маленькая его часть, ребят. мы пошли только к водопаду. К лунным камням, другим водопадам, Дальмену я сегодня не пойду. И ни разу не ходил, если честно. По мне, так, самая интересная часть это вот здесь. Но наверняка я ошибаюсь, наверняка ошибаюсь, поэтому, если у вас есть время, а вы приехали отдыхать у вас, его должно быть побольше, путешествуйте, посещайте всякие различные объекты, смотрите на водопады, на Дальмены. гуляйте. Вы даже ходите по реке, как у тебя парни. Симбат, мореход, можно сказать. Я слышу акцент Черноземья, наверняка, ребята, либо с Белгорода, либо с Воронежа, откуда-то из тех краев. И все-таки смотрите под ноги, а то я вот чуть не споткнулся. Ну и на этом говорим, до свидания, ребята, вот такой вот у нас получился. А что у нас получилось? Получилась прогулка такая. Интересненькая, зелененькая, с элементами водопадал. Всем пока, если будет что-нибудь там вот такое вот интересное, я, конечно же, включусь и продолжу этот ролик. Всем до свидания.